Раздача новогодних подарков в канун наступающего Нового года для ученического самоуправления гимназии номер 3 стала традицией. На этот раз спонсорскую помощь оказали работники городского суда, которые 28 декабря навестили детей в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Для подопечных центров была подготовлена новогодняя развлекательная программа с участием учащихся третьей гимназии. Счастливые улыбки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, мотивируют на проведение подобных мероприятий не только в Новый год, но и в обычные дни, отметили инициаторы праздника. Более 40 детей получили подарки и весело провели время с пришедшими их поздравить. Танцы, песни и хороводы сопровождали новогодний огонек. Для того, чтобы посетить сегодня реабилитационный центр, мы готовились заранее. Школьное ученическое самоуправление организовало благотворительную ярмарку, где дети приготовили материалы для продажи. И на вырученные деньги мы купили подарки детям. Нам очень хотелось разделить с ними радость. Мы очень рады, что и они рады и счастливы. До Нового года остались считанные дни. Это время чудес, когда повсюду новогодняя атмосфера. Наряжены елки, украшены улицы. Для детей, находящихся в центре, это праздник волшебства, который из года в год ожидают наступления следующего Нового года, когда к ним вновь придут сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Как отметили организаторы, эта акция из года в год вовлекает новых спонсоров, желающих подарить частичку тепла и радости детям, что позволяет охватывать все реабилитационные центры на территории муниципалитета. Бурлия Цамбиева, Сама Адгакаев, информационная программа «Пульс».